Дорогие ребята, доброе утро! Если каждый улыбнётся, утро доброе начнётся. Дети, мы сегодня превратим нашу комнату в экспериментальную площадку. А что такое экспериментальная площадка? Это место, где люди экспериментируют, проводят опыты. А как называют людей, которые проводят опыты? Учёные. Сегодня я предлагаю вам стать учёными. А с каким веществом вы будете экспериментировать, вы отгадаете загадку. Без неё, ребята, повар просто как без рук. И становится вся пища несъедобной вдруг. Если в рамку попадает, испытаешь боль, вы, конечно, догадались. Но, конечно, это соль. А какие виды соли вы знаете? Это морская, каменная, юдинированная. Соль бывает мелкого и крупного посола, помола. Сегодня я предлагаю провести эксперимент с крупной солью. Вот у меня она насыпана в тарелочку. Ребята, а давайте понюхаем, чем же пахнет соль? А соль и ничем и не пахнет. Какой мы вывод делаем из этого? Что соль не имеет запаха. Я предлагаю пересыпать соль из тарелочки в стаканчик. Берём ложечку и насыпаем соль. Что мы с вами сделали сейчас? Насыпали или налили? Правильно, ребята, насыпали. Значит, соль какая? Сыпучая, рассыпчатая. Я поставлю тарелочку на поднос и возьму водичку. Наливаю водичку в стаканчик с солью и размешиваю её. Посмотрите, ребята, что же стало с солью? Мы её не видим. Что она сделалась? Что она сделала? Растворилась в воде. Значит, мы какой вывод с вами делаем? Что соль растворяется в воде. Значит, что можно сказать о соли? Что она растворяется. А цвет изменился у воды? Ну, конечно же, нет. Вода осталась по-прежнему светлой, белой. А как вы думаете, какой она стала на вкус? Если попробовать, то обязательно поймёте, что она стала солёной, потому что сама соль солёная. Я убираю стаканчик. Ребята, как вы думаете, соль людям нужна? И где её можно использовать? Конечно, нужна. Её используют в приготовлении пищи, в медицине, для полоскания горла, чтобы не болеть, в промышленности. Солью зимой посыпают скользкие дороги. А сейчас я предлагаю провести ещё один опыт. Я беру стакан, наливаю воду и опускаю в неё яйцо. Аккуратно опускаю, чтобы яйцо не разбилось. Что мы видим? Яйцо потонуло, упало на дно. Значит, яйцо в пресной воде тонет. Беру другой стакан, насыпаю в него две столовых ложки, прям с горочкой. Наливаю воду, размешиваю аккуратненько. Вода становится солёной, очень солёной, потому что на стаканчик я положила всего две ложки. Когда соль растворится, я опущу в эту водичку ещё одно яйцо. И мы понаблюдаем, что же с ним произойдёт. Вот я разрешала водичку. Беру яйцо и аккуратно его положила в стакан. Посмотрите, яйцо не утонуло, оно осталось на поверхности. Какой мы вывод делаем? В солёной воде яйцо не утонуло, оно всплыло наверх. Увеличилась плотность воды благодаря соли. Из-за этого мы делаем вывод, что соль уплотняет воду. Ребята, а вам понравилось быть учёными? Что вы узнали о соли? Что соль не имеет запаха, сыпучая, растворяется в воде, увеличивает плотность воды. Предметы в ней не тонут, не имеют цвета и не меняют свой цвет вода при наличии соли. На этом наш эксперимент закончен. С вами была Татьяна Александровна. Всем доброго дня!